Здравствуйте! В эфире Банкир ТВ. Сегодня в программе. Торги на российском рынке акций закрылись разнонаправленно. Банкам нужны выносливые сотрудники. Прогноз валютного рынка на предстоящую неделю. Сегодня наибольшую доходность в России можно получать на рынке акций. Риск-менеджмент должен быть ориентирован на увеличение прибыльности. А теперь подробнее об этих и других темах. Неделя на рынке акций завершилась свешенной динамикой. По итогам торгов индекс РТС снизился до отметки 1475,18 пунктов. Индекс ММВБ поднялся до уровня 1515,15 пункта. Подробнее итоги работы финансовой индустрии России смотрите на сайтах банкир.ру, 123кредит.ру, осрос.ру и покредит.ру. О сходстве сегодняшнего положения на банковском рынке труда с предкризисной ситуацией пятилетней давности пишет в своей колонке, опубликованной в клубе экспертов банкир.ру, редактор пресс-службы кадрового агентства Юнити Татьяна Баева. Для многих работодателей амбициозность, быстрота и способность работать на износ важнее, чем солидный опыт сотрудника и его лояльность, считает эксперт. Подобные настроения разогревают рынок. Как в иссушенной пустыне, на нем все сложнее найти свободных кандидатов. Но опаснее то, что следом за жарой рано или поздно приходит гроза, а порой и с разрушающим ураганом, которым стал кризис 2008 года. Конец цитаты. Полностью колонку Татьяны Баевой читайте в клубе экспертов на портале банкир.ру. Здравствуйте, уважаемые трейдеры. С вами компания Макси Форекс. Сегодня мы вновь представляем наш регулярный прогноз по основным валютным парам на следующую неделю. По перспективам ценовой динамики евро-доллара. После мощной волны роста, которую мы наблюдали с июля месяца, евро-доллар уже неделю демонстрирует устойчивое снижение. От более чем двухлетнего максимума 1,3832 курс пары оказался на уровне 1,3480, потеряв на снижении свыше 350 пунктов. Безусловно, основным импульсом снижения евро стало изменение рыночного настроя в отношении доллара после объявления итогов последнего заседания ФРС США, высокая оценка состояния американской экономики и темпов ее восстановления, прозвучавшие на этом заседании, а также отсутствие каких-либо высказанных опасений со стороны ФРС по поводу перспектив экономики ускорило ожидание более ранних сроков сокращения объемов финансовых вливаний и укрепило тем самым позиции американского доллара. Вместе с тем позиции единой европейской валюты за прошедшую неделю значительно ослабли. Практически весь блок макроэкономической статистики из еврозоны носил негативный характер. Существенные снижения продемонстрировали розничные продажи в Германии, потребительские расходы во Франции, а уровень безработицы в ЕС вырос до максимальных значений. При этом высокая стоимость единой валюты оказывает крайне негативное влияние на экспорт стран-членов еврозоны, о чем уже в полный голос говорят отдельные лидеры ЕС. Необходимость удешевления евро усиливает давление на европейский банк с целью вынудить его пойти на снижение процентной ставки и тем самым удешевить валюту. Ожидания действий европейского банка на этой неделе будут особенно высоки в связи с предстоящим в четверг заседанием ЕЦБ и пресс-конференцией Марио Драги. А кроме того, продолжая сопоставлять евро и доллар, можно добавить, что после некоторого периода слабости макроэкономическая статистика из США вновь набирает обороты, еще более усиливая на фоне слабеющего евро привлекательность американского доллара. Таким образом, можно утверждать, что фундаментальные факторы к началу новой недели склоняются на сторону американской валюты. Что же касается технических факторов, то они явно негативны для евро. Пара находится в нисходящем тренде, формируя его первую начальную волну. Сигналы индикаторов продолжают поддерживать снижение валюты. Образование на вершине подъема, недельный таймфрейм, мощные разворотные свечи поглощения указывает на довольно сильный потенциал предстоящего снижения. При этом некоторую поддержку в валюте в начале торгов может оказать краткосрочная коррекция пары, вероятность которой мы наблюдаем на четырехчасовом и часовом таймфреймах. Исходя из всего вышесказанного, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем коррекционный подъем курса единой европейской валюты ориентировочно в ценовую зону 1.3550-1.36, а затем разворот и продолжение снижения пары к целевым уровням 1.3470-1.3423-1.3400, 1.3342 и ниже в направлении очередного ключевого уровня поддержки 1.33. Варианты максимального извлечения прибыли из инвестиций в интервью банкир.ру прокомментировала региональный директор южного филиала Росбанка Евдокия Малоглавец. В частности, она отметила следующее. Сейчас проводится ряд реформ в монетарные и фискальные политики, которые упростят правила ведения бизнеса в России и подстегнут интерес иностранных инвесторов. Вместе с этим общая макроэкономическая ситуация на мировых рынках улучшается и деньги снова перераспределяются в пользу более рисковых и доходных инвестиций. По оценке представителя Росбанка, максимальный доход среди прочих ценных бумаг, должны показать корпоративные облигации. Недавно была проведена либеризация доступа иностранных инвесторов в эту сферу. Гособлигации уже отреагировали на этот процесс хорошим ростом, а корпоративные облигации еще имеют потенциал для роста. Вложениями в корпоративные бонды займутся также иностранные инвесторы, считает Евдокия Малоглавец. Рублевые банковские депозиты предлагают хорошее сочетание риск-доходности, отлично подходят как источник пассивного дохода. Уже сейчас рост сменяется коррекцией, а значит имеет смысл поторопиться с фиксированием прибыли, открыв вклад на 1-3 года вперед, полагает эксперт. Рынок недвижимости показывает доходность, сравнимую с доходностью по банковским депозитам, хотя она и сопряжена с определенными хлопотами и риском. Сам по себе рынок растет вместе с инфляцией 6-8% годовых, плюс порядка 6% составляет рентная доходность, сказал банкир. Полностью интервью с Евдокией Малоглавец, считайте на порталах банкир.ру и по кредит.ру 123-кредит.ру. Об инновациях в риск-менеджменте пишет в своей колонке, опубликованной в клубе экспертов банкир.ру директор по рискам компании MoneyMan Екатерина Казак. Разные методы источники информации помогают дать более точную оценку кредитоспособности того или иного лица, отмечает эксперт. Эффективный риск-менеджер должен уметь планировать, разрабатывать, контролировать, анализировать и оптимизировать то, что было в прошлом, и искать методы улучшения. Риск-менеджмент появился в России относительно недавно, и главная его задача – это не только сокращение количества неплательщиков и увеличение объемов выдач, а в первую очередь увеличение прибыльности. Конец цитаты. Полностью колонку Екатерины Казак читайте в клубе экспертов на портале банкир.ру. В ноябре состоится совместная онлайн-конференция Ассоциации региональных банков России, агентство банкир.ру, финансового университета при правительстве России, журнала «Банки и деловой мир». Онлайн-конференция будет посвящена банковскому рынку труда. В ней примут участие президент Ассоциации региональных банков России, депутат Государственной Думы России Анатолий Аксаков, начальник управления развития клиентской базы банка на Красных Воротах Марат Камаледдинов, старший вице-президент Бинбанка Дмитрий Митбрейт, заместитель директора департамента по работе с персоналом Инвесторгбанка Анастасия Новоселова, вице-президент Москомбанка Александр Белов и другие. Задать свои вопросы участникам конференции «Рынок труда в финансовой сфере 2013» вы можете на портале банкир.ру. Подробнее об этих и других темах финансового рынка читайте на сайтах банкир.ру, 123кредит.ру, осрос.ру и покредит.ру. Сюжеты Банкир.ТВ вы можете увидеть также на сайтах береки.ру, 123сервис.ру, финарти.ру, на сайтах Ассоциации региональных банков России, Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов, компании «Кредитный и финансовый консультант» и других. А мы прощаемся с вами и желаем вам успешной финансовой недели!